Сейчас будем делать оберег. Берем для этого кожу. Эти кусочки натуральной кожи – основа будущих амулетов. Следуя старинным традициям, мастер Юлия Харгаева использует только природные материалы. Форма круга выбрана не случайно. Круг символизирует счастье, солнце. В сакральную силу этой формы твердо верили поколения бурят. Такой амулет, по поверьям, должен нести жизненную силу, отвращать зло и болезни для изготовления оберегов. Одного усердия мало, говорит мастерица. Нужно еще хоть немного, но верить в высшие силы и возможность искать их расположение. Кисточки, она тоже вот как бы и чисто эстетически, и с другой стороны, они несут свою функцию. То, что вот считалось, вот кисточка вот отгоняет, как бы она все плохое. В изготовлении амулета можно проявить фантазию, укразить деревянными бусинами, металлом или конским волосом. Нарисовать силу от животного или национальный орнамент. Орнамент идет, узел счастья, бесконечный узел счастья. Вот этот вот орнамент идет, это бараний рог благополучия и богатства. Мы использовали сюжет шишкинских писанец древнего всадника, чтобы всегда быть на коне. И переплетаем оберег кожаной вязкой. Новые таланты прапорщик погранвойск в отставке Юлия Харгаева открыла в себе 10 лет назад. За это время сувенирные продукции, обрядовые предметы, национальные куклы, изготовленные ее руками, успели прославиться на весь мир. Да, востребованы не только здесь. Ими интересуются вообще даже с других стран. Вот даже наши работы, нашего центра, лично мои работы, они находятся в частных коллекциях даже у зарубежных гостей, которые приезжают сюда и покупают эти вещи. Это им очень нравится. Даже не то, что зарубежные, даже наши россияне, москвичи, с Калининграда, отовсюду, у них, видимо, нет вот этого. Вот они прямо, можно сказать, в восторге от этих вещей. Изготовление талисманов не единственной вид деятельности художников. Чтобы создать национальный костюм, в работе принимают участие все мастера Центра художественных народных промыслов по разным направлениям. Кто-то счет костюм, другой – головные уборы, а третий дополняет наряд этническими украшениями. В Центре народных промыслов традиционные ремесла не только хранят, их активно популяризируют, как в самом Усть-Ардынском бурятском округе, так и далеко за его пределами. Мы в прошлом году в рамках юбилея округа посетили с выставкой и мастер-классом все шесть районов округа. Также мы выезжаем за пределы Иркутской области. Мы участвовали в международном фестивале «Алтаргана», где наши мастера заняли первое место. Вот недавно мы ездили в республику Тыва на фестиваль «Войлока». 12 ноября мастера отправятся в Улан-Удэ. Там состоится фестиваль «Таргон-Зам. Шелковый путь». Туена Немаева, Константин Синицын. Новости сейчас.